Макрон обращается к Путину, чтобы он там что-то сделал, чтобы Лукашенко не убивал людей. Зачем тогда сравнивать его с Украиной? Какой, как бы, смысл? Но смысл есть. Дурят западную публику, что, дескать, Белоруссия очередная Украина. Сейчас забирают подписи Европарламента, чтобы все-таки наложить эти личные санкции на Лукашенко. А знаете, кто в этой игре там Европарламент участвует? Если там и на этот раз ничего не получится, то, конечно, будут как бы приняты строгие меры относительно Александра Олеговича. Бывший кандидат президента Белоруссии Санников возмущается российскими либералами. Санников выпускал такое письмо или обращение к российским либералам, что вот он недоволен, как они рассматривают события в Белоруссии, как они пишут об этом, как они думают об этих событиях. Конечно же, Санников прав в этом плане, что Россия очень сильное империалистическое настроение. Мы же прекрасно знаем, что и Навальный, и другие такие деятели были в свое время созданы для того, чтобы выгнать из российской оппозиции и люди, которые были с риском настроены на лад запада, и как бы читались, что они слишком малопатриотичны. А Путин хотел бы, чтобы была бы оппозиция, которая может быть за рыночную экономику, но обязательно было бы патриотично. Поэтому вы видели, что вот всякие там Навальные, Немцовы, Гайдары там, наконец-то, и поддерживали войну против Грузии, и многие них, конечно, очень сомнительно вели себя во время оккупации Крыма и войны в Донбассе. Так что тут понятно, что есть проблема. Но с другой стороны, конечно, сам Санников неоднократно призывал быть крайне объективным событием, которое в Беларуси происходит, быть критичным, смотреть реально на события и эти обстоятельства, которые там в Беларуси есть. А что мы имеем? Мы имеем, конечно, очень сложную ситуацию. Мы видим, что Ангела Меркель говорит что-то такое суразное, что, дескать, да, мы как бы осуждаем, но надо продолжать диалог. Но, как вы помните, он что-то такое говорит по России, что, да, Навального отравили, да, это все правильно, но диалог с Россией, с Путином надо продолжать. Поэтому это сложная ситуация. Мы не видим серьезного давления западного сообщества на Лукашенко, даже на Путина по этим вопросам. Наоборот, мы видим, что Меркель и Макрон предлагают Путину сговориться по поводу Беларуси, найти общий язык. Тут уж совсем как бы плохо там Макрон обращается Путину, чтобы он там что-то сделал, чтобы Лукашенко не убивал людей. Но, конечно, это все может быть такая игра. Люди, на самом деле, знают, кто там приказывает убивать этих бедных белорусских оппозиционеров. Но не суть важна. Мы видим, что нету желания Запада активно мешаться событиям Белоруссии. Это есть, это стратегический курс. И объясняется это тем, что вот мы не хотим повторений событий в Украине. Что тут как бы связь с Украиной, я так и не понял. Что у Беларуси какой-то Крым или какой-то Донбасс? Там же нету таких проблем. Территориальных проблем или там конфликтов на почве какого-то религиозно-национального аспекта вообще отсутствует в Беларуси. Зачем тогда сравнивать его с Украиной? Какая как бы смысл? Но смысл есть. Дурят западную публику, что, дескать, Белоруссия очередная Украина. Но это же не так. Но дурят и дурят. Но это делает, конечно, положение людей, которые протестуют против режима Лукашенко очень сложно. Вторая, более важный аспект, то, что какое влияние имеет Путин на белорусские события. Есть ли здесь вообще какой-то выход? Да, народ недоволен, народ протестует. Это тоже все есть. И, конечно, это надовольство накопилось со все эти 26 лет. Конечно, они хотят сбросить этого диктатора. Но другое дело, какие есть возможности, если нету попытка силовым путем захватить власть, то что вы можете или как вы можете? Очень сложно. Тем более, что вся эта ситуация в Белоруссии зарезарширована, конечно, самим Путиным. Не говорить об этом, не обращать на это внимание, это не заниматься серьезной реалистической аналитикой по поводу Белоруссии. Мы обязательно должны об этом говорить. Мы обязательно должны раскрыть все действия Владимира Путина в Белоруссии, даже если это сыграет чуть-чуть на руку Лукашенко. Потому что без этого нету объективности. Мы не понимаем, какие у нас есть возможности, куда это дело двигается. И вообще, тогда это несерьезная игра, чтобы народ остался не видением этих обстоятельств. Дело в том, что, конечно же, мы знаем, что во время Путина взять стратегический курс, чтобы не только там какое-то эфемерное союз, союзное государство с Белоруссией, а чтобы покрепче связывать Белоруссию на Россию. Это стратегический курс, значит, стали готовить стратегический план, как это вести жизнь. Потому что было понятно, что с Олегом Григорьевичем это все не очень удалось. Это как Крым. Мы точно знаем, что по поводу Крыма был огромный план, это все там готовилось, это все и провели жизнь. Это касается теперь и Белоруссии. Это стратегическое направление деятельности Кремля. И здесь огромные усилия были прикладываны, чтобы добиться каких-то там целей, чтобы операция была успешна. И если мы говорим о том, что они уже добились. Но вот видите, как бы идет изолирование Лукашенко от западного мира, чтобы запад не мешался событию в Белоруссии. Это все как бы есть. Да, есть проблема там. Эти тоже там не дураки и понимают эту ситуацию. Не наложили личные санкции на Лукашенко. Да ничего, видите, действия продолжаются. Сейчас собирают подписи Европарламента, чтобы все-таки наложить эти личные санкции на Лукашенко. А знаете, кто в этой игре там Европарламент участвует? Там участвуют самые последние московские агенты, гладкеры Кремля. Вот они впереди все эти движения, чтобы эти санкции на Лукашенко наложить. Конечно, это просто показывает, что, конечно, это очередная такая игра Кремля, а не более того. Да, Москва готовилась. И в том числе многие акции, которые происходят сейчас в Белоруссии, конечно, зарезисированы и проводятся там московским агентами. Что-то как бы нового. Они давят на Лукашенко, они организовали это давление, хотят давить на Лукашенко и давить на Лукашенко. Чтобы это дело создается все новые и новые поводы. Какие-то скандалы там, которые можно западной прессе как бы показывать и так далее и тому подобное. Это нормальная деятельность российских спецслуг. Ничего нового. И Тадзо это, конечно, того, что Путин просто лично ненавидит этого Лукашенко. Он недоволен, что тот ничего не сделал за все эти годы, которые нужно было сделать. И вот сейчас, конец своего правления, Путин там должен что-то там грандиозно организовать, чтобы хотя бы что-то там изменилось в пользу России. Конечно, это угрожает в том числе физическим уничтожением Лукашенко. Вы должны это тоже как бы понять, что недовольство вот такого уровня, что если там и на этот раз ничего не получится, то, конечно, будут как бы приняты строгие меры относительно Александра Олеговича. Но, еще раз говорю, огромная операция. Огромная операция. Но я лично видел, как кремлевская, как бы люди из кремлевской администрации, связанные с кремлевской администрацией, люди вербовали этих всяких там людей из Белоруссии, чтобы направить их против Лукашенко. Была направительная просто громадная работа со все эти годы. Не надо никаких иллюзий. Там люди выступают активно и выступают активно, потому что знают, что за ними лохматая рука Москвы. Они ничего не боятся. Но приведу одну такая смешную вещь. Я это один раз уже упомянул, но еще раз об этом говорил. Вот Путин очень любит спортсменов. Но откройте там российские спортивные сайты. И вы видите, сколько этих российских спортсменов осуждают Лукашенко, осуждают его там действия и так далее и тому подобное. Понятно, это заказная компания. Думаю, заказал там Громов, первый замруководитель администрации президента. И это одна очередная, так сказать, просто маленький штрих к этому огромной операции, которая проводится. Информационная операция, так сказать, активное мероприятие. Все, чтобы вот давить на этого Лукашенко. И это продолжается. Это не кончается, потому что, конечно же, сейчас у Путина есть много времени. Дело в том, что Запад не мешается. Значит, можно не спешить и давить на этого Лукашенко, чтобы он сдался. И там особенно важен этот элемент принятия новой конституции. Конечно, было бы неплохо, чтобы эту конституцию провел сам Лукашенко. Чтобы вот последние юридические, так сказать, вещи, которые мешают присоединить Белоруссию к России, так сказать, чтобы они исчезли. А потом можно уже заменить Лукашенко уже на нового человека. Ну, всякие такие планы. Но я говорю, сейчас очень много времени. И спешить никуда не надо. Все можно обдумать, как это все там провести таким образом, чтобы никто не мог обвинить в чем-то Россию. Чтобы белорусский народ все это сам сделал. А потом можно сказать, что «А вот белорусский народ это все и хотел». Конечно, это всегда сложно. Это нелегко, конечно. Но вы должны понять, что были приняты огромные усилия для того, чтобы эту огромную махину, операцию провести в Белоруссии. И это реальность. Это не вымысел. Это реальность. Так вот это происходит. То, что белорусский народ борется, это правда. Но то, что Москва это все использует против Лукашенко, но здесь просто большая политика. Но что мы тут удивляемся, конечно. Нетрудно выступать советчикам белорусской оппозиции, что делать в этой сложнейшей ситуации. Запад не поддерживает активно. У Путина огромная операция, которая пофринансирована. Там огромное количество людей. Все делается, так сказать. И сумасшедший Лукашенко, который безумно держится за власть, хотя мог бы отказаться и как-то вывести эту ситуацию на более спокойное русло. Конечно, Лукашенко должен уйти. А было бы хорошо, если он уйдет, он назначит, скажем, преемника, который не связан с Москвой так сильно. Но это все наши хотелки. На самом деле, конечно, ничего такого не происходит. Значит, надо и сам выбрать курс. Это давление на Лукашенко. Не отступить здесь. И не имеет значения, что в этом давлении участвует Москва. Пока это нормально. Но другое дело, что, конечно, белорусская оппозиция должна и народ, конечно, понять в многих участвующих этих событий людей, что многие эти люди, московские агенты, они не борются за независимость Беларуси, а борются против независимости Беларуси. Это должно быть осознанно другими оппозиционерами и народом. Это все очевидно, если человек поддерживает таллицких террористов и читает себя кривношистом. Но наверняка этот человек ничего общего с Беларуси на самом деле не имеет. Это явно какой-то там человек, который поддерживает Россию на самом деле, а не Белоруссию. Но ситуация именно такова, как она есть. И Санников может возмущаться, что и московские либералы не то поют. Но делать нечего. Надо действовать в этих очень сложных обстоятельствах. И просто надо ставить какие-то цели и попытаться эти цели выполнить. Скажем, будет там обсуждение новой конституции. Это требование Путина. Значит, надо готовиться к этому тоже и предлагать свои предложения. Я думаю, что в Беларусской оппозиции надо обязательно выступить инициативой, чтобы конституции было бы больше прямой демократии. Конечно же, Путин хочет организовать такую белорусскую конституцию, где народ не будет играть никакой роли. А какие-то мелкие чиновники в всяких там ассамблеях и парламентах договорились бы с Москвой и дело с концом. Это надо, конечно, разрушить. Надо делать так, чтобы новая белорусская конституция была полностью построена на прямой демократии. Референдумы, прямые выборы президента, даже пойти на какие-то более еще жесткие меры. Там прямые выборы, скажем, генерального прокурора Белоруссии, там выборы судей Верховного суда прямыми выборами и так далее и тому подобное. Прямая демократия. Это очень действенное оружие и, конечно же, спутает все кривлевские карты. Но это был один такой совет. Но понятно, что пока не видно, чтобы даже самые серьезные люди выступили какой-то обдуманным планом действий. События все же движутся просто как бы как они движутся. А движутся они, конечно, по планам Владимира Владимировича Путина. Понятно, что ему удалось добиться очень большого психологического эффекта Республики Беларусь. Он сумел убедить все силовые структуры Беларуси, что Лукашенко никто. И его авторитет, конечно, стал нулевым после этих событий. И понятно, что, прежде всего, силовые структуры Беларуси явно смотрят в сторону Кремля и ждут оттуда уже даже команд, чтобы ситуацию в Беларуси изменить так, как Гремль это хочет. Поэтому, конечно, ситуация для народа Беларуси совсем как бы непростая. И здесь без обсуждения, без планов четких, без целей, но это очень трудно действовать. Нужно какое-то более координированное действие серьезных пеларусских оппозиционеров по этим вопросам. Потому что пока вместо серьезных оппозиционеров выступают всякие клоуны, также, могу сказать, агенты Москвы, которые несут куралисицу, и у которых помощь в нынешней ситуации никакой толку от них нет. Поэтому, видите, во-первых, события в Беларуси будут продолжаться. Не надо думать, что там народное недовольство спадает и все кончится. Да нет, все только начинается.